МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подожди, и ты не будешь меня подгонять? Нет. И ты не будешь закатывать глаза и говорить, что ты так долго? Абсолютно нет. Странно. Как это замечательно. Какое счастье побыть иногда в одиночестве, посидеть, поразмышлять, помечтать. Это такое счастье. Приближается пора свадеб и выпускных вечеров, поэтому девушки уже задумываются о том, как они будут выглядеть этим вечером. Сейчас модно мягкие локоны, яркий визаж, либо натуральный визаж, яркие ногти и также процедура боток для волос. Чистота, простота, натуральность. Это именно то, что необходимо нашей коже и волосам. А еще это три правила чудодейственных средств, о которых сегодня пойдет наша речь. Такую косметику любят не только у нас в России, но и за рубежом. И это не случайно. В этих средствах простые сочетания природных компонентов, эффективные формулы и безопасная для окружающей среды удобная упаковка. К тому же это чистый состав без ГМО, парабенов, сульфатов, нефтепродуктов и канцерогенов. Только органические, минеральные и растительные компоненты. Красота нашего тела, красота нашей кожи – это совокупность косметических средств, правильно подобранных. То есть тоже комплексный подход. То есть это обертывание, скрабирование, обязательно какие-нибудь кремы, сыворотки. Косметические средства натурального происхождения не навредят ни природе, ни нашему организму. Дают очень положительный, такой пролонгированный эффект на наш организм, в принципе, в целом. Натуральная и органическая косметика на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири – несомненный фаворит. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости, красоты кожи и волос. Для себя выбрала органическую косметику именно по этим характеристикам. И что хочу сказать, есть такой миф, что она хранится недолго. На самом деле это миф, потому что возьмите любую баночку с продукцией и посмотрите ее с роггодностью. За это время вы успеете купить две, пока ее израсходуете. Также, например, для себя, для дома выбираю прекрасные, как я считаю, гели для стирки, кондиционеры, потому что они очень качественные, с легким ароматом. Особое внимание хочется уделить детской линейке. Безопасность – это главный аспект выбора средств по уходу за кожей малыша. Качество данной продукции подтверждено многочисленными престижными сертификатами и международными наградами из Италии, Англии, Франции, Австралии, Германии и других стран. Шампуни, бальзамы, гели для купания, маски для массажа, различные крема. А какие нежные текстуры и приятный аромат, заманчивая упаковка. Детские ручки так и тянутся познакомиться поближе с этим волшебством. Для меня, как для многодетной мамы, очень важно, чтобы косметика была натуральная, качественная и сертифицированная. И сегодня мы приехали выбрать себе новую косметику. Пойдемте, девчата! Весна, время перемен. И, несомненно, к лучшему. Стать свежее, стройнее, красивее нам помогут специальные средства по уходу за телом. После родов хочется быстро восстановиться. И очень хорошо, что есть такая косметика, в которой ты уверен. И буквально после первого-второго использования видишь результат на своем теле. И это замещаешь не только ты, не только твои дети. Водорослево-солевые скрабы, сыворотки, специальное обертывание. Список велик. Лучше убедиться самому. Очень хорошо, что в одном магазине можно приобрести косметику для себя, для своих детей. И, конечно же, для своего любимого мужчины. Вот папе! Вот папе! Мужская серия на основе диких трав и редчайших масел придется по вкусу любому представителю сильного пола. Ее эффективность будет заметна уже после первого применения. А изысканная упаковка займет достойное место в вашем жилище. Давай будем откровенными. Современные мужчины все равно не привыкли говорить о красоте. Так или иначе, для них это определенный такой запретный пунктик, небольшой табу. Хотя каждый мужчина дома у себя имеет огромное количество средств, которыми он пользуется. Если говорить про меня, а это, во-первых, средства по уходу за кожей, зима, стужа, холод, ветер. Мы живем в таких условиях, когда нам постоянно поддерживать себя, тем более публичному человеку, в нормальной форме и в хорошем тонусе. Уход за волосами, шампуни, кондиционеры, бальзамы. Ну и, наверное, самая проблемная часть – это бритье. Соответственно, до, после, во время, через день после, ну и так далее. Сеть магазинов «Органик Шоп», территория натуральной косметики, торговый центр «Космопорт», улица Дебенко, 30, вторая галерея. Адрес Тольятти – торговый центр «Парк Хаус», первый этаж. «Органик Шоп», «Органик Шоп», «Органик Шоп». Чаще всего люди приходят в салон не только, чтобы привести себя в порядок, но и отдохнуть, пообщаться. Поэтому для многих людей это некий ритуал. Как хорошо, когда в тебе все идеально и красиво. Нам, женщинам, очень важно это до мелочей. Журналиста ноги кормят. Каждый раз этот вопрос меня беспокоит больше всего. Почему? Потому что либо это должны быть красивые ноги на каблуке, либо спортивные в кедах. И эта дилемма постоянно преследует меня. В любом случае, журналист, на мой взгляд, должен быть аккуратным, опрятным, и обувь должна быть с иголочки. Привет, Саш, как дела? Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу обуви? Насколько она должна быть удобной или красивой? Что для тебя важнее? Ну, собственно, я пытаюсь совместить, чтобы она и удобно была, и немножко выглядела прекрасно. Я перезвоню. Я вот недавно нашел в деревне, на той стороне у себя, обувь. Она либо папе принадлежала, либо дедушке. Она, судя по всему, старше меня, вот как у меня на кроссовке, вот на таких липучках она вся. Но отклелась подошва от времени. То есть мы там ей, ну, в районе 30 лет, наверное, пробовали. И вот я ее хочу сейчас реабилитировать и носить их. Они кожные, вообще четкие, генные красотки. На съемках приходится много бегать. Журналисты всегда спешат и на монтаж. Хотя ожидаешь несколько другого. Немного другого ожидаешь и тогда, когда пытаешься самостоятельно починить неожиданно испортившиеся туфли. Так, случился у меня сегодня казус. Я во время съемки случайно поцарапала новые туфли. Могу, конечно, исправить сама, но это чревато последствиями. Пожалуй, есть выход. Однако придется потратить время. В среднем руки опытного мастера спасут ваши каблуки за неделю. Иногда достаточно и пара часов. Все зависит от сложности случая. Порой обладателям обуви кажется, что все, это последний выход обуви. Но все не так плохо, уверены обувных дел мастера. Ну, смотрите, ваши царапины здесь вообще незначительные. Сейчас на примере другой обуви я покажу, что бывает и что мы можем делать с более сложными вариантами. Это какой-то специальный раствор? Это да. Он не содержит столько много ацетонов, как обычный ацетон. И сделаны специальные эмульгаторы, масла, которые не повреждают вот именно само лако-красочное покрытие, а всю грязь с него удаляют. Потому что лак он очень тяжело чистится. Их выносится, сами знаете. Лак, вот особенно вот эти разводы, пятна вычистить очень сложно. Эти черные туфли были раньше вообще белыми. Вот, но были заношены до такой степени, что их нельзя было уже очистить. Вот. И им кардинально поменяли цвет. Сделали из них черный. Несколько дельных советов для тех, кто приобрел дорогую пару. Мыть ваших красивых спутников нужно не под струей воды, а слегка влажной тряпкой. На кремах лучше не экономить. Лаковую кожу носите аккуратно. Старайтесь не испытывать на прочность кожную подошву. Защитный слой профилактики продлит жизнь вашей обуви. То же самое касается и кожных курток с сумками. Если ухаживать за ними, тогда и прослужит дольше. Дело рук специалиста смело можно назвать художественным. В мастерской у него десятки банок с краской, сотни заклепок разной формы, кисти, образцы всевозможной кожи, замки и еще миллион мелочей на всякий случай. Мы чистим обувь, мы загоняем туда вовнутрь именно вот эту колодку, чтобы обувь при чистке, при дальнейшей покраске не потерял свою форму. В руках профессионала обувь переживает второе рождение. Сначала ее очищает под высоким давлением пара. Когда цвет вернулся, можно смело устранять мелкие недочеты и приступать к покраске. С крупными изъянами приходится тяжелее. Впрочем, каблуки любой формы и цвета всегда под рукой. Порой взглянешь на обувь и вовсе не подумаешь, что она получила вторую жизнь. Хорошо, что для моей пары все закончилось хэппи-эндом. Теперь могу снова отправляться на съемки в красивых туфлях. Центр по ремонту и реставрации обуви и сумок «Левша-мастер». Улица Красноармейская, 74, улица Георгия Димитрова, 131. Ну все, я отдохнул, подумал, помечтал. И на это у меня ушло 15 минут. Чем же женщины заняты в салоне красоты целый день? Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаете? Стрижку, маникюр. А все. Отлично, пройдемте. Ну можно? Можно. С чего начнем? С маникюра. У меня на ум даже пришли строки. Экспромп. Ой, это чудное мгновение. Передо мной есть листы, и руки мне преобразила в салоне чистой красоты. В последнее время мужчины также стали ухаживать с собой, приходить в салоны, чтобы привести себя в порядок. Для мужчин очень много услуг – маникюр, физикюр, окрашивание, различные стрижки. Счастье для каждого свое. Для меня счастье – это возможность делать какие-то большие такие проекты интересные, организовывать большие фестивали, как сейчас мы это будем делать. Счастье для меня – это заниматься любимым делом, музыкой. Я сам музыкант, плюс ко всеми профессионально играю на барабанах. В ближайшее время будет в Самаре международный джазовый фестиваль «Мой Клад Мид Фрэнс». Он проходит в шестой раз в городе. История фестиваля началась в 2000 году. Раньше организацией занимался Сергей Викторович Равин, это бывший руководитель джазовой студии «Движение». В этом году мы фестиваль делаем более масштабным. Он у нас будет уже международным фестивалем, в силу того, что к нам приезжают гости из Франции, из Люксембурга. И фестиваль продлится с 13 мая по 19 мая. В рамках фестиваля будет организовано выступление коллектива из Франции, как я уже сказал, группа «Дэмэнт Ко». Это проект известного барабанщика Дэмэн Шмидта. И он приезжает как раз со своими друзьями из Франции, там 4 человека. И в тур по России вливается наш известный бас-гитарист Антон Давидянц. Антон Давидянц – это участник каких-то фьюжн-проектов, известных таких, как «Алка Трио» есть, проект «Инпакт Фьюз». В нашем городе он был с простыми Держил Донати, с Гердой Барлайн. Приезжает московский коллектив «Осипов Бэнт». Это проект нашего самарского саксофониста Анатолия Осипова. Он переехал достаточно лет 5 назад в Москву. И в его составе приезжают топовые московские джазовые музыканты. Коллектив очень сильный и хорошо зарекомендовался Диану Московской сцене. Плюс они выезжали в Бремен, представляли свою программу. И сейчас будет презентация альбома «Хостел джаз». Во второй день у нас будет достаточно насыщенная программа в торговом центре. С 12 до 8 будет организовано выступление самарского джазов коллектива. Плюс выступление московского джаз-бэнда «Релджен». Достаточно такой интересный коллектив. Играют музыку 40-50-х годов. И когда их слушаешь, погружаешься в эту атмосферу, в этот дух того времени. К нам приедут гости из Уфы. В составе «Кайфулин Джаз Бэнд». Еще одно из мероприятий, которое пройдет вечернее мероприятие. Оно будет итогом второго дня фестиваля. Это большое сольное выступление коллектива «Релджен» из Москвы. Также мы ждем гостей из Люксембурга 19 мая. Это джазовое трио «Док ин Эбсолют». Ребята играют достаточно современный джаз. Джазовое трио, фортепиано, контрабас и барабаны. В формате этого трио требуется большее владение инструментом, большее взаимодействие между музыкантами. Поэтому мы это можем наблюдать как раз 19 мая, тоже в одном из баров нашего города. «Скоро в Самаре» для истинных ценителей джаза лучшие коллективы мира. Фестиваль «Мувинг Клаб Мид Френдс» 2017. Подробности на сайте samarajazz.ru Вас ждет высококлассная музыка и неповторимая атмосфера. Сейчас вообще самое модное направление – это блец. Мы уже почти закончили, я вот смотрю. Не, у меня руки в принципе не как у шаттера, но все равно разница большая. Смотрю сейчас конечный момент. Вот маслом каждый пальчик. Как приятно. Надеюсь, сегодня без наращивания обойдемся. Ха-ха-ха. Ну как, ты скучал? Шутишь? Я прекрасно провел время. Ты что, пятерка что-ли получила? Я думаю, что каждый человек в своей жизни хоть раз задумывался над вопросом, что такое счастье. Все его ищут, все в него верят, все его любят. Но, к сожалению, не каждый человек может дать четкого определения, какое оно. Очень часто, задавая вопрос мужчинам, в ответ о счастье, можно услышать, что это деньги, это успех, это надежный тыл, где верят и ждут. У мужчин все просто. Они нацелены на результат. Подумал, сделал. За каждым успешным мужчиной стоит наполненная любовью счастливая женщина. Попробуйте вспомнить в жизни свои моменты, когда вы испытывали чувство радости. Когда, как вам кажется, что вы были счастливы. Что вы испытываете? И ответьте себе без ложной скромности на вопрос, какая вы тогда. Я думаю, что если вы честно ответите себе на этот вопрос, у вас появится улыбка на лице. Это и есть именно вот та сила и та наполненность, которую мы потом пытаемся дарить нашим близким и делать себя и их счастливыми. За что люди любят друг друга? Вот, Надя, за что она любит Ксану Ксаныча? Ну, за что ее не любить? Человек, он положительный. Плюс не пьет, не курит. Да работник хороший. Вот у них и любовь. Разве за это любят? Мам, Вер. Да, в общем, Катя права. А, объяснили. Настя, вот-вот 28 стукнет. Тут не только за Ксану Саныча, за крозла пойдешь. В подсознании у нас есть ответы на все наши вопросы. И когда начинаешь задавать клиенту эти вопросы по специальной методике, ты видишь, как человек начинает раскрываться. Он даже сам удивляется тому, что, оказывается, он на самом деле это все знал. Да, когда особенно человек приходит и даже не знает иногда. Я не знаю, что я хочу. Появляется вопрос, а как, если бы вы знали? Очень долго многие сидят, думают, очень большие паузы, а потом начинают потихоньку-потихоньку говорить. И отсюда рождается ваша сказка. Отсюда рождается ваша цель. Попробуйте понять, что вы можете дать ей или ему, и что он или она дает вам взамен. Вот здесь вот, ответив правдиво на эти вопросы и получив ответы, которые вас устраивают, вы поймете, что вы счастливая пара. Если нет, то начинайте себя. Начинайте ценить. Начинайте любить. Ведь любой человек в отношениях ждет поддержку и понимание. И внимание. Уделяйте больше внимания своим близким, и вы поймете, как жизнь ваша изменится. Елена Бочкарева приглашает вас на коуч-сессии «Как стать солнцем», где вы сможете наполниться любовью, свободой и радостью. Счастье у каждого свое. Я счастлив, а ты? И я безумно счастлива. Поэтому самовыражайтесь. Самовыражаясь, выбирайте выражение. Студия красоты «Вуаль-Этуаль». Внимание, акция. Выгода до 50% на визаж. Поливай 71, офис 204. «Вуаль-Этуаль». Твоя студия красоты. Одежда ведущей предоставлена фэшн-галерея «Магос». Улица Ленинградская, 63. И снова наша рубрика «Заветный конверт». На этот раз у нас два победителя. Владик и его мама Татьяна. Здравствуйте. Как вы нашли наш конверт? Здравствуйте. Это было совершенно случайно. Мы смотрели вашу передачу. Очень обрадовались, что конверт спрятан недалеко от нас. Прыгнули в машину, поехали и нашли. Ну что ж, за то, что вы оказались самыми шустрыми, самыми смелыми, за то, что вы смотрите нашу передачу, куда мы прячем конверты, вы получаете два подарка. Во-первых, подарочный сертификат в салон-бутик парфюмерии и косметики «Маки» на 1000 рублей. «Маки» находится по адресу Садовая, 251. Держите. И второй сертификат на бесплатную стрижку в салоне красоты «Лидия Лемар», который находится на Дачной 2, это торговый центр «Айсберг». Стрягитесь на здоровье. Спасибо. Ну а мы отправляемся прятать очередной конверт. Будьте внимательны. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей программе существует рубрика «Заветный конверт». Первый, кто сейчас в эфире увидит эту рубрику, придет на то место, куда я спрячу номер телефона, позвонит по нему. Тот окажется на съемках нашей программы и получит ценный подарок. Итак, я нахожусь сейчас возле входа в парк молодежный. Со стороны улицы Нововокзальная. Здесь есть такая тумба, и именно там под нее я спрячу наш конверт. Спешите прямо сейчас, будьте первыми, звоните по этому номеру. Удачи! Центр реставрации обуви и сумок «Левша-мастер» предлагает все работы по ремонту обуви, сумок и кожаных изделий. «Левша-мастер», Красноармейская, 74, Димитрова, 131. Саша, сделай лицо подовольнее. Слабонировано, не смотри. И глазки такой закатим. Вот вниз. Могу бы, чтобы не снилось. Карандаш просто легче красить. Я бы никогда спокоен. Ты специально делаешь такой брутальный голос, да, чтобы доказать себе, что у тебя есть еще внутри мужчина? Закрывается, а то попадет. Мне, по крайней мере, голос хоть слышит свой, понимаешь? Потому что в зеркало я вижу, что это вообще не я. Очень красивый макияж, кстати, Саша, мне прям нравится. Переход цемей, так что... Растушевочка такая хорошая.